Строители Ивановской области в 56-й раз отметили профессиональный праздник. В Большом зале регионального правительства состоялось торжественное мероприятие в честь представителей поистине созидательной профессии. В этом году почетных строителей России на Ивановской земле стало больше. Зампредправительство региона Андрей Чужбинкин вручил нагрудные знаки четырем специалистам строительной отрасли. В 2011 году мы ввели больше 200 тысяч метров жилья, если быть точным, 216 тысяч, что впервые за 16 последних лет превысило отметку в 200 тысяч метров квадратных жилья на территории Ивановской области. Я думаю, что это еще не предел, не окончание, это только новая планка для того, чтобы вместе ее преодолевали. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли, почетных грамот и благодарственных писем были удостоены несколько десятков лучших специалистов. Особые слова благодарности представители власти высказали в адрес Модеста Добрынина, обладателя звания почетных гражданин города Иваново и заслуженный строитель Российской Федерации. 9 августа он отмечает 85-летний юбилей. Большую часть своей жизни он отдал строительную отрасль Ивановской области, поэтому ему наше почетное уважение, долгих лет жизни, и с тем, чтобы он передавал свой опыт молодым поколениям, чтобы мы развивали строительную отрасль региона. Андрей Чужбин, с днем рождения вас поздравляем. Очень признащим вас. Профессией строителя Модест Добрынин оставался верен всю жизнь. Ни один важный объект в Иванове не был построен без его участия и возглавляемых им коллективов. Среди таких зданий – Ивановский цирк, Дворец искусства, кинотеатр «Современник». Под руководством Добрынина были построены многие фабрики и заводы. Завод тяжелого станкостроения, автомобильных кранов, завод торфяного машиностроения. Я могу перечислять долго и много объектов, которые, так сказать, сооружены руками наших доблестных строителей. Поэтому мы сейчас гордимся тем, что сделали за прошедшие годы. Гордимся тем, что сегодня строится в городе Иванове и области. Строительную область называют не иначе, как локомотивом экономики. Благодаря таким людям, как Модест Добрынин, можно быть уверенным, что у этой сферы светлое будущее. И появится не один десяток зданий, которые станут украшением города.